Закончили. Слушайте, ну я прибежала для того, чтобы объявить нашим зрителям в преддверии новогодних праздников, когда мы будем все сидеть и есть салаты, об открытии первого сезона мегабитвы между независимыми журналистами, стримерами и блогерами с площади Ленина и позорными пропагандистами. На губернии мы не остановимся, но губернии мы решили посвятить первый сезон и не мы как бы открыли его остатки. Этих ящик Пандоры открыть не нами? Да, но на самом деле все началось с того, что вчера я сумела подписаться на инстаграм моего уважаемого батюшки, потому что я всегда вводила неправильную его фамилию, но вчера я смогла подписаться, потому что в некотором роде я участвовала, так сказать, в обучении. Этого блогера, да? Да, этого блогера. И решила я посмотреть, на что он на нынешний день способен и наткнулась на видео, где у него здесь на площади Алексей Филимонов рассказывает о том, что когда я сидела в спецприемнике, а именно 3 декабря, то есть именно тогда, когда мне дали очередные 10 суток, один из товарищей, который называет себя настоящим профессиональным журналистом и является редактором мегахолдинга губерния, а именно Вячеслав Коренев, решил бросить меня булыжничек, да, как-то набрался смелости, так сказать. Когда я в камере с железной дверью лежу, он выбрал момент, так сказать, и написал пост, содержание которого сводится к следующему, что вот, он читает про репрессии журналистов, но не кормит, о чем вообще речь, что это за журналисты. Какие они такие? Да, и вообще, можно ли их называть журналистами? И приходит к выводу, что называть нас журналистами нельзя, а именно меня, да, потому что он открыл сайт просто газеты моей, в которой, собственно, я пишу статьи, но он не удосужился прочитать им какие-то статьи или узнать о том, что он из себя представляет, сделал скрин экрана, и второе, что его утверждение о том, что это никакое не средство массовой информации, не издание, а какой-то сайтик провинциальный с какими-то там такими объявлениями. Это второй наезд. Третий наезд, это то, что там пишет комментатор о том, что сейчас очень легко купить пресс-карты, издание, 15 тысяч платишь, издание тебе регистрируют, и потом продаешь пресс-карты, намекают. И Вячеслав Коринец, соглашается с этим товарищем, он говорит, да, я так и думала, что так и было. И вот вчера, и вот вчера на этот удивительный пост натыкаюсь я и говорю, ничего себе, какая прелесть, я не могу пройти мимо этого. Конечно, обычно я не обращаю внимания на разных мосик, но тут у меня случился приступ мании величия о том, что не какой-нибудь там BBC или дождь, о котором мы им писали, а сам тележурналист, редактор новостей, великого медиахолдинга Хабаровска, губерния удосужил меня своим вниманием. И тут я выхожу к нему в комментарии и говорю, дорогой, а не хотите ли вы встретиться в прямом эфире с открытыми комментариями, а не как у вас там с закрытыми, и разобраться, кто из нас журналист, а кто позорный пропагандист. И господин Коев ответил, что зрителям, читателям и вообще жителям Хабаровска ни митинги, ни разборки между журналистами, ни я, собственно, не можем быть интересными. Как он и об этом узнал, непонятно, потому что комментарии на телеканале губерния давно закрыты. И они обсуждают это, видимо, только вдвоем. Я настаивала на том, что как же так, ну я же не представляю вас никакой опасности, и это вполне себе интересная тема. И если вы откроете комментарии, то вы узнаете о том, что никогда у вас такой интересной темы в губернии за последние 10 лет не было, потому что это будет взрыв, и я, дорогой тележурналист, подниму вашей губернии то, что давно упало, а именно ваш рейтинг. А пожалуйста, в любое время, в назначенный час, но товарищ не просто меня забанил. Он удалил этот пост, да? Но потом, когда братья журналисты, потому что здесь у нас на площади Ленина родилось на наших глазах не только гражданское общество, у нас родилось сообщество независимых журналистов, которые подставят друг другу плечо, которые друг за друга порвут, можно сказать. И когда я сообщила об этой удивительном совершенно посте в фейсбуке товарища Коренева, то штаб Наванова отреагировал, Катя Бияк сказала, а ну-ка давай померимся дипломами, дружочек. И, соответственно, люди пошли посмотреть, а что это вообще, и как это возможно. Как возможна такая подлость, когда человека за журналистскую деятельность садят в тюрьму, и он в спину, в след бросает, бросает ей камень. Кто вообще способен, какой, ну, если даже не журналист, а какой мужчина способен на такую подлость? Ну, он не журналист, и не мужчина просто, и все, что тут? Ну, вот хотелось бы разобраться, глядя человеку в лицо, понимаете? Мне бы хотелось не заочно с ним, а прямо вот тет на тет разобраться публично. Но, тем не менее, он струсил, отказался, и после того, как люди к нему пошли с вопросами, он вообще полностью удалил пост. Естественно, что мы предугадывали такое событие, и все соскринили, и, соответственно, открываем... Интернет помнит все, а? Да, битва экстрасенсов будет затменена битвой, мега-битвой между независимыми журналистами и пропагандистами, и мы сделаем несколько сезонов с различными видосиками с губернии, которые очень интересны. Например, я вам хочу сказать, я пошла посмотреть, и сейчас они подводят итоги политического года. Как вы думаете, что губерния внесла в итоге политического года? Дегтярева! Подождите, сначала это пандемия, потом... А, первое, это трудная экономическая ситуация в губернии, второе, это пандемия, третье, это арест фургала, и четвертое перескакивает сразу на врион губернатора, останавливаясь и продолжая только о нем. Митингов не было, и ни события не было, и протестов не было, нам все это показалось. Понимаете, мы как-то просто в каком-то сне своем были, а реальность и объективность... Он говорит, я смотрю реально на жизнь, говорит, я профессионал, новостник вообще, и я оперирую только фактами, и объективно смотрю на жизнь. А объективность, реальность таково, что протестного движения не было вообще, и оно не было никому интересно. А есть врион губернатора, который спас нас от того, чтобы мы не замерзли, и сделал Северный завод. И говорят о том, например, вместе с генеральным директором Медиахом, он говорит, вы посмотрите на Владивосток, там русский остров замерзал, а мы, благодаря врион губернатору, у нас батареи... Благодаря богу, не было ледяного дождя, как там. Это тоже благодаря врион губернатору, наверное. Нет, это, знаете, они бы сказали, впервые в истории Хабаровска сделан Северный завод, и нам заверли украсть. Я туши разведу руками. Да, вообще. Поэтому, друзья, все праздники пройдут у нас в интереснейшем... В фейсбуке это называется «Гречка-срач» с тех старых времен, как Татьяна Толстая поссорилась с Божейной Рынской. Да, мега-срач. Но мы назовем это сезоном «Мега-битвы». И приглашаем всем к участию, и мы, независимые журналисты, будем вас держать в курсе и делать убойные видосики с губерния. И все-таки я надеюсь, что это приведет к тому, что они пригласят нас в свой прямой эфир, и откроют свои комментарии. Деваться им некуда. Или они заварят главную дверь, выходи через подвал. А мы рваться, как фейсбэшники рвутся к Навальному, да, с телой такие. Прямой эфир. Да, ну, собственно, интересное все впереди. Спасибо. Присоединяйтесь с нашими друзьями.